Подтвердить свидетельство о важности почитания родителей. Сам сталкивался с периодом, когда не почитал родителей и был с ними в плохих отношениях. И в жизни все было плохо. И сейчас, когда с ними замечательные отношения. И в жизни все, слава Богу. И могу сказать, что мы очень понимаем Тимофея. У нас совпадают мечты. Первые 40 лет детства самое сложное. Перехожу к проповеди. Знаете, вот каждый из нас учился в школе. И, как правило, в училищной иерархии есть три типа учеников. Основных. Те, кто обижает. Те, кого обижают. И большая часть, которая придерживает определенный нейтралитет. Которая не относится ни к тем, ни к другим по разным обстоятельствам. Я в свои школьные годы не относился ни к одной из трех групп. Аз в училищните години не бях нито една, не се отнасях към, нито към, една към трите группи. Я никого не гнобил. Не обиждах никой. Меня никто не задевал. Меня никто не обиждал. Но я и не придерживался нейтралитета. Но и не бях нейтрален. Я всегда впрягался туда, где обижали человека. Особенно, если это было сильный и над слабым. И по окончанию школы, выйдя в так называемую взрослую жизнь, я подумал, что буду придерживаться тех же принципов. И вот на днях я же задумался, что я уже здесь 9 лет. Вспомнил, как я молодой 17-летний парень сюда приехал. А уже 9 лет прошло. И вот я пытался придерживаться этих принципов. И понял, что в жизни не так просто придерживаться этих принципов, как в школьной годе. В принципе, как-то в училищной године. Потому что в жизни все намного серьезнее. За что-то в животе всичко много посерьезно. И любой проступок, любая ошибка. И всякая грешка. Она становится фатальной. Тебя может быть фаталной. Уже никто не вызовет родителей в школу, к директору. Никто не даст тебе вот нагоняй. Никто не даст тебе вот нагоняй. И я понял, что вот этот вот стиль жизни Я не вывожу. Я не успел вам да се придержим ко мне. Недостаточно опыта. Недостаточно сил, мудрости, знаний. Сили, мудрости, знания. И так далее. И потихоньку я начал меняться. И бавно започнах да се променям. И перешел в группу нейтралитета. И переминах в группата, в която се придержа нейтралитет. Я никого не трогал. Никой не пипам. Ну и меня, чтоб никто не трогал. И никой да също да не ми пипа. Но что-то внутри меня не давало мне спокойствия. Говорило, нет, ты должен вернуться. Защищать слабых, тех, кого обижают. И вот именно на этих мыслях отчасти я и попал в церковь. И знаете, первые мои месяцы хождения в церковь были очень активны. Огромное количество конференций. Новых знакомств. Сильные проповеди, проповедники. Такие мощные, которые в сердце отдают. И все говорят, насколько Бог велик, насколько Он всемогущ. Я думаю, вау! Я хочу обладать такой же силой. Я хочу, чтобы за мной так же стоял вот так Бог, который будет меня вести. Но проповеди заканчивались. Конференции проходили. И то, что я услышал со сцены, надо было как-то применять в жизни. Но как? Что мне делать? И знаете, я обращался к более опытным, мудрым товарищам. И понял, что оказывается, в нашей жизни есть очень сильный антагонист. В нашей жизни има силен антагонист. Это дьявол. И оказывается, что он виноват во всех наших неудачах и неуспехах. Что именно из-за него у нас что-то в жизни не получается. И точно заради него нечто в животе не вырви. И я подумал, окей. Как с этим справляться? Как да се справим со стова? Я начал замечать, как у большого количества верующих людей есть очень большой страх перед дьяволом. Настолько сильный, что они даже иногда боятся произносить его имя слух. Это напоминало, иногда реально напоминало сцену из фильма, когда, ну знаешь, у меня была атака от кого? Его имя нельзя называть. Тва не напомняет на сцену от фильма о снимах атака и питает от кой, доказывает, него имя не мог докажем. Я не мог понять, а почему они так его боятся? Я не мог да разберется, что толку вас страхует от него. Ведь мне вчера со сцены говорили, насколько Бог велик. Настолько Он всемогущ. Но при этом мы боимся антагониста. Я спрашивал, я искал ответ на этот вопрос. Кто же тогда сильнее? Мне говорят, читай Библию, ты все поймешь. Но я читал. У меня еще больше вопросов появлялось. Мне говорят, тебе надо пойти на наш разбор. Я первый раз попал на разбор Библии, разбирали книгу Йова. Это я сейчас понимаю, что я попал на одну из самых сложных книг. В принципе, я это и тогда понял, потому что я ничего не понял. Единственное, что я понял, что Йов был очень крутой мужик. С очень сильной верой. Но вопросы не угасали, их становилось все больше. И знаете, общаясь, и когда я был в кругу вот так людей, у меня появился тот же страх. Тоже при слове, Дьявол, Сатана, Люцифер, у него много имен. Придумайте на Дьявол, Сатана, Люцифер, има много названия. Мое тело покрывалось мурашками, чуть ли не потом. Я где-то перестал верить в силу своей молитвы. Я даже боялся сказать свои молитвенные нужды, а то вдруг он услышит, и все, и ничего не будет. И потихоньку от человека, который придерживался на определенного нейтралитета, я стал человеком, которого обижают. И знаете, Дух Святой внутри меня не давал мне покоя. Потому что я очень сильно откатился назад. И тогда я начал поститься, молиться. И в тот момент мне обратило внимание одно очень интересное место. Давайте откроем первое место на сегодня. Это второе послание Тимофею, вторая глава, первый и третий стих. Второе послание к Тимутею, вторая глава, первый и третий стих. Итак, укрепляйся, Сын мой, в благодати Христова Иисусом. И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Аминь. Меня вот зацепил вот этот третий стих. Докоснамый третий стих. А конкретно словосочетание воин Иисуса Христа. Добор и воинник на Христос. Я такой, ага, понял. Я такая, разбирах. Мы все воины. Всички сме воинники. Сегодня как раз про адмиралов говорили свидетельствами. Несколько точно говорили за адмирали. Но против кого мы воюем? Средство кого воювами. Как оказалось, и на это тоже есть ответ. И соуказочный от вас уж ты мой отговор. Эфесянам 6 глава. Эфесяне 6 глава. 12 стих. 12 стих. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Я такой, ага, понятно. Я все что, разбирах? Но как воевать против этих духов? Они же духи. А мы в физическом мире. Ты не будешь искать безноватых людей, не подойдешь, не втащишь ему и скажешь, передай бесам, сошними будет так же. Нет, а как мы можем это воевать? Какие мы воины вообще? В чем наше предназначение? В чем наше призвание? И ответ я также нашел в Библии. Матфея 5 глава. 9 стих. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. И тогда я понял, что, оказывается, мы миротворцы. А если брать словосочетание миротворец, это тот, кто несет мир или творит мир. А кто приносит мир на нашу землю? Только Иисус Христос. Соответственно, наша война, наше оружие, это Он. Но есть беда. Как же справиться со страхом перед дьяволом? Он никуда не ушел. Знаете, я несколько лет патологически боялся его. Обвинил его во всех проблемах. Я бы, знаете, вот есть разные короткие видеомемы, которые его окружили, его спинают, и там пишут, типа, взрослая жизнь, работа, коммунальные услуги, аренда квартиры и прочее. На линейке лежи, губи, и там пишут, наличие у вас, твое возрастное живот, различные расходы, работа, задолжение. И знаете, у меня был такой же патологический страх, я так же себя чувствовал. Что меня отовсюду пинают. Я не могу на это как-то повлиять. Я может и хочу, но я боюсь. И знаете, вот такая жизнь, она влияла не только духовно, душевно, но и физически. Потому что в какой-то момент я даже начал немножко сгарбливаться. в момент за почвах започных да се сгарбявам что вы такое сгарбинкой? Ходить меня никто не трогайте, пожалуйста. Но именно в тот момент меня очень сильно коснулось одно место. Это место стало моим девизом. Книга Иисуса Навина 1.9 Вот я повелеваю тебе быть тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда не пойдешь. И знаете, эти слова начали меня вот прям поднимать, вдохновлять, воодушевлять. започнах да ме вдохновяват, да ме повдигат малко. И казалось бы, вот этот патологический страх, который был несколько лет, ушел буквально за пару дней. потому что я начал принимать эти слова в свою жизнь. Что Бог со мной, что Он намного сильнее, и знаете, я начал потихоньку понимать и книгу Йова. Я обратил внимание на то, что те проблемы, которые у него были, это не потому, что дьявол настолько сильный, сильнее Бога. Нет. Я обратил внимание на одну очень интересную вещь, которую я не замечал несколько лет. Что это просто Бог позволил дьяволу так сделать. Что даже Бог настолько велик, особенно в сравнении с дьяволом, что дьявол без его разрешения даже что-то плохое сделать не может. И тогда мне обратил внимание на еще одно место. Книга пророка Исаия, 41 глава, с 10 по 13 стих. Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой, я укрепляю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя, десницу и правды моей. Вот в стыде и посрамлении останутся все раздраженные против тебя, будут как ничто и погибнут припирающиеся с тобою. Будешь искать их, и не найдешь их, враждующих против тебя, борющиеся с тобою будут как ничто совершенно ничто. Ибо я, Господь Бог твой, держу тебя за правую руку твою и говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе. Аминь. Бог сильнее дьявола. Он за нас. Поэтому не стоит бояться дьявола. Но очень важно недооценивать врага. Потому что недооценка приведет к расслаблению. Надо быть всегда на чеку. Второе, что я понял, что не всегда в наших бетах виноват дьявол. Что наши планы, наши цели не реализуются не из-за его нападок. Мы сами очень хорошо справляемся с тем, чтобы их разрушить. Потому что зачастую в нашей есть непослушание. Когда Бог говорит, не иди туда, не делай это. А мы идем и делаем. потому что нам с человеческой точки зрения кажется это более логичным, что мы знаем лучше почему-то. И вот это непослушание позволяет нам самим все разрушить. Дальше следующее. А верим ли мы в силу молитвы? Или мы так быстренько помолимся отправим ну случится случится не случится ну значит так должно быть. Знаете меня очень впечатлила история одного бывшего сатаниста. Он был лидером церкви в Южной Африке. А потом в какой-то момент он уверовал будь здоровы и начал очень активным евангелистом быть. И знаете вот он рассказывал как они атаковали детей и подростков с помощью особых сложных духовных практик в Астралия они там посеивали мысли которые нужны были им. печаль грусть страх самоубийство самоубийство и знаете были определенные дети и подростки вокруг которых крутился огромный огонь около огня. И наши вот эти слова наши действия они были вообще бессильны против этого огня. И наши действия и думы были бессильны и он говорит я когда первый раз с этим столкнулся мне стало интересно а что это как это я до этого не видел и оказалось это те дети и те подростки за которых молились родители и близкие его настолько это впечатлило что оказывается есть сила мощнее чем той которой он поклоняется и сила которая не построена на страхе боли неуважения а наоборот любви самопожертвенности и это стало одним из толчком когда он начал отходить от сатаны и он искренне поверил действительно в силу молитвы а что зачастую делаем мы когда заканчиваем молитву говорим аминь мы ждем что в эту же секунду как взмахом волшебной палочки все начнет решаться придут деньги дома машины квартиры острова и прочее мы найдем себе там жену мужа быстренько без каких либо проблем все наши проблемы решатся но знаете что вам я скажу быстрый успех способствует развитию нашего эго способствует развитию наше эго а медленный оба полноправный пошаговый успех успех от какой-то поступка поступка ся получала способствует развитию нашей зрелости и мудрости кто-то скажет ну вот как верить в 100% силу молитвы если в жизни все рушится если меня отовсюду пинают там проблемы тут проблемы я пытаюсь что-то сделать а меня хопи принижают хопи принижают подставляют очень много несправедливости вот как верить как много несправедливости знаете вот я сам был в очень сложном периоде несколько лет назад когда ничего не получалось когда не было возможности даже покушать мне помогали жил в офисе в котором работал и знаете сколько было соблазна все бросить все оставить потому что казалось я вроде бы все делаю правильно и я на тот период взял двухнедельный пост и во время этого поста мне так же особенным образом в сердце ударило одно место из Библии хотя до этого читал его много раз давайте откроем первое послание Коринфянам 10 глава 13 стих вас постигло искушение не иное как человеческое и верен бог который не попустит вам быть искушаем сверх но но при искушении даст и облегчение так чтобы мы могли перенести аминь меня настолько эти слова коснулись что если со мной вот это все происходит и Бог это допускает значит у него в меня огромная вера значит что-то внутри меня намного сильнее чем все эти испытания все эти трудности и мне по силам их преодолеть со временем я понял что каждый президент испытывает это чувство каждый чемпион испытывает это чувство каждый успешный человек испытывает это чувство это чувство сдаться отказаться потому что сложно потому что кажется невыносимым кажется нереальным но Бог внутри каждого из нас и Он даст нам все необходимое чтобы достичь нашей мечты нам нужно просто поверить и принять это и знаете вот я очень часто ответы получаю во снахе в видениях определенные получала Монгл и мне как-то приснился один сон что я влетаю в большую толпу черных силуэтов темных меня там пинают 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 бедные я встаю отряхиваюсь отталкиваю прорываясь иду дальше врываясь в еще большее количество этих силуэтов так же пинают 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 опять же встаю и прорываюсь и знаете вот голос такого огромного черного силуэта в таком недоумении говорит почему ты встаешь за что вставаешь что тебя мотивирует что тебе дает силу вставать какво тебя во силу доставаешь зачем тебе это за какво тебе нужно видишь сколько препятствий откажись твоя мечта этого не стоит ты до нее не дойдешь ты справишься с этими я тебе дам еще больше справишься с ними дам еще больше сопротивления рано или поздно я тебя сломаю но благо этот сон был в тот момент когда я уже был духовно более развит я сказал что тот кто внутри меня больше этого мира и сильнее тебя он мне дает силу он мне дает власть он мне дает возможность сопротивляться и противостоять тебе и чтобы быть я понял сильнее мудрее мудрее с каждым днем надо погружаться Евангелие все глубже и глубже и в целом в Библию все глубже и глубже потому что сила любви намного больше силы страха и тот кто погрузился в Божья любов тот кто доверил свое сердце и свой разум Богу и его любви ни один из этих ударов не смогут его сломать не смогут его побороть нам нужно просто поверить и принять в эту силу убрать всякий страх перед дьяволом да проблемы в жизни будут потому что будут пытаться нас сбить потому что мы будем являться очень большим и сильным примером о силе и славе Бога но очень важно верить в Бог в силу молитвы быть послушным знаете вот очень важно начинать свое послушание с физического послушания слушать родителей слушать пастырей 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 и потом мы сможем слушать Бога потому что наше заявление что мы послушны Богу но при этом мы не послушны родителям или пастыря но сразу опровергают это заявление послушание также очень важно потому что очень часто бывает когда в молитве вы получаете ответ который вам не очень нравится зачастую это когда есть какие-то обиды что надо перед кем-то извиниться но как Господь ну как это же он первый или она первая начала Бог говорит извинись и Бог казва трябва да се извиниш и вот тут послушание играет важную роль либо вы это недоразумение недопонимание вражду решаете силой любви может а това недоразбиране враждане да се реши чрез силата на любов и вы видите как будет меняться жизнь как будут открываться новые горизонты и видите как ще променят живота как ще откриват новые горизонти или вы будете применять силу страха обид угроз ненависти знаете я когато започнах да ходя на церква всичките приятели от студентским живот спрели да общуват с мен говорили ай-ай-ай какой дурачок вообще не понимаешь тебе мозги зомбировали не что не разбираешь зомбиранцы и знаете я очень много лет жил в таком непрощении не сказать что ненависти но больше недопонимания их слов и было обидно хотя бог не говорил прости их вот я так же ну как 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 их простить ну знаете вот прошло получается шесть лет и сейчас каждый из этих знакомых потихоньку потихоньку начинает подходить мы смотрим у тебя так круто жизнь конечно поменял и знаете некоторым начал которым у меня были большие ссоры и конфликты я через приступая свою гордость им писал просил прощения хотя мне казалось я не виноват ну ладно и у меня с этими людьми сейчас такие восхитительные отношения и вот у меня на днях случился случай я встретил своего старого знакомого с общежития с которым мы были в очень хороших отношениях а после того как начал ходить церковь отношения испортились и наше общение прекратилось и вот позавчера я иду с я встречаю его и мы начинаем разговаривать как будто никакого конфликта не было было видно немножко его смутение его неудобство но я пожал пожал ему руку я его при обнял нет там тяж вес бронзовый призер по вольной борьбе не придушишь и знаете начал расспрашивать интересоваться его жизнью и в этом общении пытался поделиться максимально любовью которая у меня есть и знаете как он сразу его вот это лицо такое неудобство сразу засверкало улыбкой он увидел что у меня нет к нему никаких обид мы пообщались поговорили и когда мы прощались он сказал фразу которая от меня чуть ли до слез не довела говорит я так рад тебя видеть мне было так приятно с тобой сейчас пообщаться надеюсь мы еще увидимся я говорю конечно и вот он уехал я сабечкой ушел я его быстро нашел в инстаграме написал что вот на днях пересечься пообщаться вообще без проблем в любое свободное время давай договоримся я думаю слава богу это вот еще один пример в жизни как сила любви побеждает вот эту силу ненависти побеждала силата на омраз как вот эта война против духов злобых поднебесных выигрывается за счет этой любви и знаете надо начинать действовать и быть миротворцем быть этим воином Христовым не надо ждать удобного и подходящего момента поменять свою жизнь никогда не будет удобного и подходящего момента начать что-то новое в жизни никогда не будет удобного подходящего момента чтобы завести семью или ребенка чтобы начать какое-то служение чтобы кого-то пригласить в гости кого-то пообщаться потому что каждый раз когда мы будем улучшать какое-то свое состояние нам всегда будет сейчас неудобно еще недостаточно самый удобный подходящий момент это вот сейчас вот когда вам пришла эта мысль в голову пришла эта идея или вам сказали ее начать реализовывать поэтому я вам говорю давайте будем все вместе воинами Христова все вместе будем миротворцами будем приносить мир на эту землю через Иисуса Христа и тогда мир будет и в нашем сердце и в нашей душе и вот вы об этом подумали сейчас и вот сейчас самый подходящий момент чтобы это начать давайте все вместе помолимся дорогой Господь я благодарю тебя за этот день за каждого из присутствующих что мы можем все вместе вот так собираться вместе прославлять тебя назидаться в слове твоем я молю тебе Боже дай каждому из нас сил мудрости быть действительно воином Христовым быть тем миротворцем который будет приносить мир и покой и любовь на эту землю через тебя чтобы каждый из нас был очень мощным оружием в твоих руках чтобы из наших уст из наших мыслей изливалась только любовь ободри Господь тех кто нуждается в этим ободрении дай сил тем кто сейчас проходит огромные трудности дай мудрости и понимание как из них выбираться посылай своих ангелов Господь чтобы они вели в этом пути нелегком каждого из нас я благодарен тебе за твою жертву за твою пролитую кровь за твою безграничную любовь каждого из нас мы молились с любовью и благодарностью во имя Иисуса Христа Аминь спасибо спасибо большое спасибо большое да еще спасибо Продолжение следует...